Подсекай, поднимай. Теперь прогоняй. Сначала теория, затем практика. Причем практика не отходя далеко от парты. Новенький симулятор спецтехники для заготовки леса оценили студенты Павловского аграрного техникума. Работал, пробовал и настоящую технику видел, и садился в настоящую технику, и все понравилось. Насколько вообще реалистично оборудование? На 99% картинки все реалистично. Очень все хорошо, поэтому буду в дальнейшем, возможно, работать. Кстати, преподает лесные дисциплины в Павловском техникуме не просто теоретик, а практик. В недавнем прошлом заместитель директора по лесохозяйственной части местного лесозаготовительного предприятия. Он не понаслышке знает, как работать с данным оборудованием. Оно учит, получается, работе в лесу на такой технике, как Харвестер и Харвардер. Учит валки, раскрыжевки, разделки, также трилевки ассортиментов. Программное обеспечение позволяет создать все любые условия, такие как туман, дождь, ветер, гроза. Работал в тяжелых условиях, в легких условиях. Оборудование для техникума стоимостью около 10 миллионов рублей приобрела лесная холдинговая компания «Алтайлес». Совместную работу по подготовке кадров промышленник и техникум начали уже несколько лет назад. Ведь основная проблема предприятий – дефицит кадров узконаправленных специальностей. Двое студентов у нас уже работает и зарекомендовали себя неплохо. Но мы их сначала на симуляторе обучили, не группа, а индивидуально, двух человек. И непосредственно уже обучали потом на технике в лесу. Через два месяца, грубо говоря, они догнали наших старых операторов, которые уже работали на этой технике. Так, летом Павловский техникум стал победителем федерального проекта «Профессионалитет». В его рамках создали кластер «Лесная промышленность Алтайского края». А участниками стали четыре крупных предприятия региона и семь образовательных организаций. В январе 2025 года на счет учреждения поступят 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще 20 миллионов – это средства краевого бюджета, наши собственные средства и, конечно же, средства работодателей. Все эти деньги будут потрачены на закупку нового, современного оборудования, капитальный ремонт помещений и создание девяти зон по видам работ. И сегодня мы будем учить не только мастеров по лесному хозяйству, а и других специалистов. На сегодняшний день в техникуме по специальности «Мастер по лесному хозяйству» обучается 75 человек. Благодаря этой программе с 1 сентября 2025 года для отрасли «Лесная промышленность» будут обучать около тысячи студентов. Причем новые места для обучения появятся не только в этом СУЗе, но и во всех учреждениях кластера. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.